Хотел тебе продемонстрировать мою программу, но сначала бы ты должен себя представить в школе выпускником 10-го класса. Ты туда 10-летка был, правильно, когда ты заканчивал школу? Да. Ну вот, а сейчас это 11-летка. Вот, значит, я сейчас покажу программу. Она называется вот так вот, профориенциатор. Видно тебе? У меня картинки нет почему-то. Сейчас, минуту. Вот, сейчас вижу. Видишь, да? Значит, твои данные здесь все. Представь себе, что ты в 10-м классе, и тебе нужно выбирать путь. Вот эта программа все твои пути прослеживает в разрезе квалификационного справочника профессии и занятий, который утвержден в нашей стране. Итак, я нажимаю ввод и вижу наиболее эффективные должности. Ты видишь, да, Томачев, наиболее эффективные должности. Сфера деятельности. Видно? Ну, видно, но мелко, потому что телефон. Ага, ну давай, я зачитаю. Тут нету ранжира. Тут идет ранжир по алфавитному порядку, да, и нумерации, как она дана в квалификационном справочке. Я перечисли, например, правоохранительная деятельность. Ты бы очень хорошо этим занялся. Прикладная гидрометеорология. Хореографическое искусство. Образование, педагогические науки. Оружие, систему вооружения. Опять правоохранительная деятельность. Инструментальное исполнительство. Опять же, хореографическое искусство. Вот видишь, тут такой целый блок. Да, это хореография. Правоохранительная деятельность. Оружие. Образование. Педагогика. Здесь вот государственная служба. Ты бы мог стать заместителем руководителя секретариата, заместителя, председателя правительства РФ. Руководителя аппарата правительства РФ. То есть, вот в секретариате, заместитель, председатель правительства РФ мог бы потянуть эту должность. Начальник смены блока атомной станции. Начальник отдела по семеноводству, если мы говорим про российское хозяйство. Ученый секретарь зоопарка. Представляешь, да? Рабочий профессий. Я вот смотрю здесь частильщик, составитель коллагеновой массы, вышкомонтажник, изготовитель стеклянной пленки, контролер по термообработке, контролер слесарных работ, приемщик молочной продукции. То есть, очень много-много разных профессий и должностей. Я не вижу здесь одного. Я не вижу здесь сантехники, о которой ты говоришь. Так вот, не лежит это в сфере твоего воспроизводства сантехники. Вот, и поэтому тебя это тяготит, когда ты начинаешь заниматься. Ты можешь, ты знаешь, ты умеешь, но душа не лежит к этому. Видишь, да? Да. Возможные должности. Медицинская кибернетика. Смотри внимательно. Вот то, что ты говорил о психокоррекции, это есть медицинская кибернетика. Строительство уникальных зданий и сооружений. Нефтегазовые техники и технологии. Ты мог бы туда пойти. Водолазная медицина. Мехатроника, робототехника. Технология продукции и организация общественного питания. Общая гигиена. Археология. Обрати внимание, появляются твои путешествия на Кулиум. Так. Эксплуатация, ремонт техники. Тренер, наездник лошадей. Художник росписи по дереву. О, появляется монтажник трубопроводов. Это здесь не высшее образование, это здесь не техническое. Ну, вот оно есть. Возможно, и ты этим делом занялся. Но это не попало в точку наиболее эффективных должностей. Еще один интересный момент этой программы. Он связан с тем, что показывает ограничения. У тебя нет ограничений, ты можешь заниматься любым деятельностью. Ну, с той или иной успешностью. Теперь мы возьмем, с тобой запишем, как это называется у нас психокоррекция. Ну, психотерапия, психокоррекция. Ну, ты так сказал, мы записали психокоррекцию. Нажимаем. Допустимая должность, да, но имеется основание не рекомендовать ее пользоваться. То есть, можем написать так. Специалист по психокоррекции. Допустим, должность, тебя берут на эту должность, да, или рассматривают по кандидатуре. Допустимая должность, да, может на ней участвовать, но имеется основание не рекомендовать ее пользователю. То есть, все-таки есть какие-то основания, да, которые мешают тебе в этой психокоррекции находиться. А если, допустим, целительство? Да, пожалуйста, ты берешь и пишешь специалист. Специалист под целительству нажимаем. Тоже допустимая должность, но имеется основание не рекомендовать. Просто напишем целительство, занятие, да, нажимаем. И тоже допускается, но имеется основание не рекомендовать. То есть, вот, что, чем хороша эта программа? Она хороша тем, что она показывает человеку, который стоит перед выбором, те прокруства ложа, да, который, вот видишь, наиболее фикинный должность, который он войдет с наибольшим успехом. А ты вошел не в свое прокурство ложа, а в возможный, в возможный должность. Представь себе, идет река большая, а есть еще разные протоки, слабые. И вот это, возможно, должность, это слабые протоки, где ты реализовался. Теперь ты говоришь, ну, елки-палки, как же так? Где деньги, Зин? А деньги здесь, вот в этом наиболее фикинном должности. Теперь...